привет всем вот очередная посылочка из китая получила сегодня честно говоря я в замешательстве ждали в этой посылке браслет с фианитами но вот судя по ощупь и вот здесь вот даже не скажешь что здесь может быть браслет что-то слишком маленькая но может быть я конечно ошибаюсь сейчас вскроем посмотрим вот я прошу супруга чтобы он снял трек-номер потому что этот браслет от конвертик и вскрытие этого конверта это видео она будет служить и для меня и защитой от недобросовестных продавцов такое часто бывает что или не то присылают или присылаю там пустые конверты я всегда на видео снимаю вскрытие посылочки чтобы потом я могла в случае спора на алиэкспресс могла что-то доказать поэтому сейчас вот я показываю что конверт не был вскрыт как всегда что все в порядке в нем и трек номер засняли значит сейчас открываем я немножечко волнуюсь не волнуюсь но все-таки обидно будет если это будет не браслет еще разок по весу он вроде бы конверте должен совпадать браслет я ошибалась браслет первое что я всегда делаю это я его замеряю потому что иногда присылают слишком короткие здесь должен быть 19 сантиметров в браслет поэтому ну судя по виду вроде как должен быть 19 сейчас я его замеряю это тоже для защиты 9 нет опять же 17 или 19 но опять 17 да это уже не первый раз когда браслет приходит короче чем был заказан то есть ну не важно раз уже получила значит буду рассказывать значит этот браслетик имеет немножко такую свою у меня предысторию я хочу сказать пару слов почему я его купила у меня не так давно был вот абсолютно такой же браслет только настоящий золото 585 пробы точно такого же дизайна с такими же камешками но когда у меня родился внук мы с супругом подарили его нашей невестки а когда на алиэкспресс я увидела этот браслет не такому не был нужен как мне было интересно вот какой он каком какова подделка мы решили вот заказать значит чем он отличается ну сразу на первый взгляд цвет золото чуть чуть розовее чем 585 пробы немножечко отличается застежка на золотом браслете был маленький карабинчик а здесь вот обычная закрепка как на часиках ну я вам скажу что вот это вот застежка она удобнее чем карабинчик потому что карабинчик самому на руке очень сложно застегнуть застегнуть а здесь это застежка легко застегивается сама могу застегнуть беспроблемно значит чем еще отличается тот браслет который был золотым у него камешки были натуральные цирконы здесь же фианиты я вам скажу что блестят они ничуть не меньше чем натуральные цирконы но по стоимости конечно они отличаются для тех кто не знает чем отличаются циркон от фианита его еще называют кубический циркон и и вот китайцы когда пишут описание товара очень часто хитрят и пишут сокращенно цирк то есть непонятно это циркон или кубический циркон так вот что такое циркон для тех кто не знает циркон это довольно распространенный и очень благородный полудрагоценный камень который который встречается в природе довольно часто вот что такое циркон циркон это силикат циркония цирконе как таковой это металл и очень редкий металл и как раз из вот этих минералов цирконов и получают путем кимии химическим путем именно металл дорогой металл цирконий циркон и бывают разного цвета разной прозрачности и в зависимости от этого они имеют разное название это бывают они называются вот жаргон или надо жаргонит это такой лимонно-желтый потом судей зеленый гиацинт это розовые там красно-коричневые они в общем очень много разных названий и камень это циркон он используется во многих областях в том числе и медицине хотя современная медицина не считает этот камень панацеей от всех болезней но тем не менее влияние на организм он имеет в народной медицине его используют для того чтобы лечить разного цвета камень лечит разную болезнь там и ишемическую болезнь сердца способствует некоторый цвет камня способствует усилению аппетита другой цвет наоборот ухудшению аппетита то есть для похудения и так далее но нужно сказать что все-таки влияние на организм человека циркон имеет и очень большое я скажу почему даже вот в средневековой испании существовали ювелиры убийцы которые использовали минерал циркон вставляя его в ювелирные изделия с помощью которых власть имущие избавлялись от своих конкурентов это происходило потому что циркон минерал именно камень циркон чаще всего имеет радиоактивное свойство это происходит потому что в природных цирконах очень часто ну вот цвет дают как раз вставки и эти вкрапления эти вкрапления чаще всего радиоактивные особенно это касается зеленого циркона который называется судей особенно если циркон и крупные на сильно окрашенные непрозрачные они все радиоактивные но в нашей вот ювелирной промышленности боятся цирконов не следует потому что прозрачный циркон он практически без примесей и он не радиоактивный в ювелирной промышленности используются циркон и слабо окрашенные и маленькие можно нужно еще сказать о цене поскольку он гораздо дороже чем похоже на него камень фианит который стоит вот в этом браслете примерно стоит от 1 до 2 карат камешек циркона стоит от 10 до 20 долларов до от 3 до 5 карат уже дороже уже от 20 до 30 долларов то есть довольно дорогой фианит гораздо дешевле и фианит хоть он и называется кубический цирконе похожие названия но это абсолютно разные вещи если цирком минерал как я сказала это силикат циркония то фианит это искусственно выращенный минерал диоксид циркония поэтому и свойства у них тоже очень разные ну будем сравнивать циркон цирконе и циркон и сами по себе они вот блестят одинаково их на первый взгляд неискушенный человек вообще не различит точно так же как и фианиты и кубические цирконы кубический цирконе трудно различить отличить от алмаза от бриллианта поэтому он и называется искусственным бриллиантом почему-то он отличается фианит от бриллианта это в первую очередь своей прочностью он более хрупкий цена и так понятное дело что он гораздо дешевле хотя и в производство его тоже довольно сложное кроме того коэффициент преломления света в фианите все-таки хуже чем в бриллианте но тем не менее отличить неискушенному человеку это просто невозможно вот ну что еще хотела о цирконах сказать цирконы хороши конечно красивый но нужно знать что цирконы особенно если это не прозрачный циркон это ненадолго это не навсегда потому что присутствующие в них примеси они разрушаются из-за этого циркон натуральный теряет свой цвет свою прозрачность свой блеск теряет свою прочность а фианит это долговечное изделие если он ювелирном изделии цвета и блеска своего прозрачности блеска не теряет и довольно долго служит поэтому как по мне туфи они ты ничуть не хуже чем натуральные цирконы только и того что он считается более дорогим камнем вот поэтому браслет вот этот именно браслет ну я считаю идеальная подделка под настоящий золотой если нет не ложить их рядом что вот незаметно чуть-чуть чуть чуть небольшая разница в металле в цвете металла то он абсолютно идентичный и если нет рядом другого цвета но именно натурального золотого изделия 583 или 5 пробы то вполне возможно его принять за золотой я что очень красивое изделие и в общем то я довольна ну что я и так много наговорила наверное на сегодня хватит не знаю как видно как блестят камни или нет хотелось бы чтобы увидели как они переливаются радужно очень красиво просто бесподобно видно нет ну посмотрим я думаю что в скором будущем мы поменяем освещение и уже другие вещи буду показывать как они блестят ну что на сегодня спасибо всем подписывайтесь на канал я буду дальше рассказывать буду все что получила уже это что буду дальше получать из китая все буду показывать обо всем рассказывать всего вам доброго до свидания